Суровый веб, тот самый подкаст от YoYoDesign из Челябинска. Насколько плохи новые AirPods Pro? Как проводить коды ревью, как в гугле? Раскрыто убийство Internet Explorer 6. Раскрыто убийство, погнали. Я как-то учел пожелания комментаторов и вернул издевательство над погнали. Как-то это прикольно. Всем привет, с вами Суровый веб, как уже сказал Никита. 214 выпук. Сегодня 29-е еще. Еще 10 минут до 30 октября. Меня Александр Кончаров зовут. Меня зовут Никита Тарасов. Мы должны сегодня, кстати говоря, очень взрывно рассказать все. Не в плохом смысле, конечно же, а в хорошем. Потому что у нас и темы такие, я бы сказал, лихие. И их не очень много. И вроде бы как мы с тобой настроились на то, что мы ракеты сегодня. Ну да, у нас было целое часовое пришоу, в котором мы рассказывали. Вообще, про чем мы там только не рассказывали. Про вино, про отпуск во Франции, про файрфорд. Про суши. Про суши в Челябинске, да. Вообще про суши как таковые. То есть там много всяких... Про сыры опять же. Про листья. Ого, про листья. Это вообще про урбанистику, про листья и про биогеоциноз. Там круто. Ныряйте по ссылке в описании на пришоу. Звучит как громкие темы, на самом деле. Только для пришоу. Только громкие темы настоящего подкаста, опять же. А сегодня мы будем про веб. Мы сегодня будем про веб, но если у вас есть к нам какие-то предложения, обязательно напишите на worksobakayubizine.ru Да? Надо написать? Надо. Надо не только написать, надо туда еще отправить фотки какие-нибудь. Кстати, недавно, наконец-то, нам в жизни просто написал человек на worksobakayubizine.ru Не робот. Да, не робот, а человек со словами, ну вот я и вам написал. И ты ему ответил? Я ему ответил, как сам вообще у нас беседа завязалась. И, в общем, мы неплохо провели время. Поэтому всем советую написать на worksobakayubizine.ru. Если стесняетесь, или наоборот, если вы эксгибиционист, хотите написать на виду у всех, то напишите нам на reddit.com.r.uwebizine для того, чтобы поучаствовать в жизни нашего проекта. Это наш комьюнити, такой портальчик. Ну, это наш сабреддит, портальчик комьюнити. Для кого я это объясняю? Вы же все умницы. Вы же просто все гении, которые знают, что такое reddit. Вы все Павлы Дуровы. Да. Я не могу, блин, дерьмо. Я сейчас виджет просто сайтбар наш. И вспоминаю, что я начал виджет делать. Виджет поддержать проект. Вот. И, во-первых, я оставил там текстовое описание, тестовое описание, которое я придумал. Спасибо вам за поддержку, лол. И только одну кнопку. Но зато ту самую кнопку, про которую мы позже расскажем. Короче, зайдите к нам на reddit, попредлагайте нам новости. Для тех, кто не знает, reddit – это как форум и имиджборд вместе взятые. Вот. Только без запрещенного говна. Я думаю, все знают. Только разрушенное говно. Я думаю, все знают. Вдруг. Кто-то. Вдруг. Все. Короче, погнали к темкам. Да, а вдруг бывает только пук, и об этом знают в Apple. Вот AirPods Pro. AirPods Pro – новые наушники, которые представила Apple недавно. Представила Apple. Я как-то говорю, как будто я велсаком. На самом деле я, к сожалению или к счастью, не велсаком. А AirPods у меня нету. И у него, похоже, тоже, потому что я думал, что будет обзор. Я, если честно, хотел посмотреть обзор от велсакома перед тем, как я буду готовиться к теме вообще, читать, что здесь написано, MacRumors. Я зашел на YouTube, и нету. Нету. Есть Range Rover? Есть. А AirPods нету. И как бы тебе сказать помягче, но я все-таки до конца не понимаю, до конца не понимаю, будет ли это такой прям сильный скачок от AirPods в прошлых, не прошлых. Ты мне скажешь об этом, потому что ты все-таки ждешь их. Соответственно, у тебя есть какая-то мотивация. Мотивация на чем-то основана. Я скажу пока то, вот взгляд со стороны человека, у которого нет ни AirPods'ов таких, и AirPods Pro, я что-то не уверен, что буду брать. Соответственно, скорее всего, не буду. Хотя, черт его знает, куда меня заведет жизнь. И может быть, хоп, следующий кадр, и я резиночки прям поправляю в ушки. Ты меняешь. У тебя уши увеличились? Нет. Раз этого, так сказать. Раз того, раз этого. И ты увеличиваешь калибр. Там три пары резиночек. Там три пары резиночек. Это единственное, что я могу опять же сказать с уверенностью. Три пары резиночек. Сами резиночки одни надеты уже непосредственно на ваши AirPods. И двое в комплекте. Двое пара. Две пары в комплекте. Красиво оформлены, как обычно у Apple. Все преподнесено. Все классно. Все в белом цвете. Я так понимаю, с внешней стороны будет достаточно сложно отличить, что у вас реально AirPods Pro. Как бы знатоки, конечно, поймут. Но так вот мимо проходящий человек на улице с AirPods'ами и AirPods'ами Pro будет смотреться примерно одинаково. Поэтому не думайте, что вас прям издалека будут заценивать. Скорее всего, придется подходить к каждому человеку на улице и объяснять, что у вас Pro. Вы готовьтесь к этому уже. Да, морально готовьтесь, что придется социализироваться. С другой стороны, эту самую улицу, которая вокруг вас находится, будет слышно еще меньше. Потому что там супер шумово давление в AirPods просто на про-уровне. Будет очень сильно подавлять все, что вокруг вас. Будет специально издаваться специальная волна, которая будет так подавлять все, что... Я надеюсь, вы не подавите никого на улице этой волной, потому что там будет супер круто. Вот это максимально распиаренная тема. То есть, вот это, видимо, действительно фича так фича. AirPods' Pro в них будет... Я не знаю, насколько это, кстати говоря, говорит вообще о вашей безопасности. То есть, ни в коем случае не садитесь за руль в AirPods' Pro, да и в обычных AirPods'ах. И вообще в наушниках не садитесь за руль, не надо ехать. В наушниках, потому что вокруг ситуация будет вам непонятна до конца. Это небезопасно. Но в AirPods' Pro, с другой стороны, можно спокойно в маршруточке отключиться от общего какого-то ажиотажа и ехать. С другой стороны, в маршруточке ехать, когда вы потратили сколько тысяч рублей на наушники? 19. 19 тысяч рублей на наушники. Ну, как-то уже становится не так привлекательно, казалось бы. Слушай, ну, с 11-м я уже видел людей в маршрутке. Ну, спокойно, не стесняюсь абсолютно. Я с 11-м, кстати, видел... Мне кажется, в жизни я вообще не видел никого с 11-м. В Челябинске уже есть. Да что есть? Я их через неделю после конференции уже щупал и фоткал. Ну, в МТС подошел. Это не реклама, к сожалению. Вот, и просто, ну, я наврал на счет 19, 21. Точнее, не я наврал, а батя мне наврал. Я сейчас подниму переписку и посмотрю, с чего он так взял. Хорошо, хорошо, вот. Кроме этого, мелкие приятности большие, может быть, для кого-то. USB-A убирают полностью с чехла на AirPods Pro, и на них будет USB-C. Соответственно, USB-C кабель будет. Который будет быстренько все заряжать. В отличие от того, что было на обычных AirPods. Это тоже приятный, хороший плюс. То, что они вводят технологии, которые сами давно уже пиарят. Собственно, USB-C, это же прям везде уже в Apple есть. Что еще можно сказать про AirPods Pro? Резиночки. Давай перейдем к самим резиночкам. Добавление вообще резиночек как таковых. То есть, теперь это не вкладыши, а теперь это капельки. Или как правильно говорить? То, что вставляется в уши непосредственно через резиночку. Будет ли это для кого-то проблемой? Есть ли какой-то огромный сегмент клиентов, которые откажутся в пользу других наушников? Я сомневаюсь. Скорее всего, все уже давно на резиночках и нет какой-то проблемы ни у кого. Я бы тоже, если бы мне, допустим, подарили, не дай бог, такие наушники. Я бы заставил свои уши слушать через резиночку. И, возможно, еще бы понял и оценил удобность ее. Или нее. Ты как думаешь? Я уверен, что после того, как ты 21 штуку потратил, мне действительно батя почему-то написал 18. И я сейчас смотрю, и нет таких цифр, поэтому... Ну, 249 долларов в Америке. Правильно я понимаю? Да, 249 долларов в Америке. Это правда. У нас, конечно, это будет дороже. 20.990. Я посмотрел на Apple.ru. На apple.com.ru. Не то, чтобы я на каком-то попаленном сайте смотрел. На Apple без «е» в конце. Apple. Так вот, я думаю, если ты 21 штуку потратил, уже хочешь не хочешь, будешь «о, а...» Будешь засовывать резиночку. Бенять их каждый день, думать, что как там и так далее. Но вообще, конечно, пока не будет реальных каких-то «hands on» у реальных людей, не вот у этих пластмассовых лиц, накрашенных из этой новости. Да, это какие-то подставные, как будто обозреватели Apple. Только со среды, начиная, будут они шипиться обычным людям. Поэтому, я думаю, у «Вилсакома» мы будем ждать либо в конце недели, либо в начале следующей. Вот. Ну, просто потому, что он вроде еще не... Он вроде еще обычный, более-менее. Не настолько он приближенный. Да, да, да. Пока он более-менее обычный. Кстати говоря, я опять же буду ждать обзора от Вильяноча. Во-первых, потому что он гик, и он покупает все такое дорогое говно, он даже там этот гнущийся телефон, который, у которого экран вокруг там за 100 с лишним косарей купил. Вот. Я думаю, AirPods... В смысле, Note, Google Note или как он там называется? Я не помню, это Google или это Xiaomi был? По-моему, это Xiaomi был. Так, по-моему, Xiaomi, ну, я про него думаю. Может быть, уже кто-то еще там представил, но вот тот, который Xiaomi за 160 кусков или типа 150, я не помню точно, рублей. Окей. Вот. И, короче говоря, он еще, ко всему прочему, и аудиогик. То есть он стопудово расскажет, что там по звуку. Потому что одна из проблем current AirPods, хоть первого, хоть второго поколения, это говеный звук. Я их... Вот надо мной шутят в соцсетях по старикам. В соцсетях на смартфоне я когда захожу. Вот. Надо мной шутят по поводу того, как я ношу AirPods, что я их ношу и засовываю так, что они торчат в разные стороны. Не вдоль, как бы, моего лица, а в бока. Угу. Я это делаю для того, чтобы лучше был звук, чтобы хотя бы басы чуть-чуть бубукали. Вот. Потому что если их слушать параллельно лицу, то ты, конечно, эстетичный и красивый. Вот. Но, во-первых, мне на это насрать. Во-вторых, но зато у тебя звук говно. То есть ты не слышишь вообще никаких басов. И, ну, камон. А ты, кстати, насколько делаешь на телефоне палочек и колбочек? Ну, у меня нет же палочек там. Там же просто одна палочка, которая заполняется. Ну, на сколько? Процентов на 65-70, наверное, вот так. То есть музыка у тебя хреначит на 60... Блин, я бы тебе сказал, но я, к сожалению, не слушаю в наушниках. И, возможно, это громковато. Я допускаю, что это громковато, но так а лайф, так а жизнь. Так вставляет, я понял, хотя бы нормально. Тем более ты еще, когда косо носишь наушники, оно вообще нормально заходит. Оно прям напрямую идет, да, в мозг. Вот. И я, конечно, бы оценил резиночки скорее всего. Ну, ты тем более резиночки. Да, тем более мне нравятся внутриканальные наушники. Да, да, да. Просто суть в том, что резиночки резиночками. А интересно, лучше ли здесь усилитель? Ну, то есть здесь же чип, который из цифры в аналог переделывается. Сами наушники... Там же суперпроцессор какой-то. Там что-то будет сделать. Такой супер. С ума бы не сойти от этого супер. В любом случае беспроводные наушники по звуку всегда проигрывают проводным. Потому что проводные наушники ты можешь воткнуть в звуковуху за 50 косарей, которые тебя так усилят и все классно сделают, что прям... Ну, есть смысл ставить дорогие динамики в хорошие амбушюры. Кстати, резиночки называются амбушюрами. Нам в комментариях подсказали, что вот эти маленькие резиночки все равно амбушюры. Я думаю, амбушюры это только те, которые на накладных наушниках вокруг ушей. Вот эти вот из кожи. Ну, большие. Из какого-нибудь там велюра. Я вот тоже сейчас сижу в таких. Вот у меня амбушюры есть, да? Вот у меня тоже, да. Вот эти маленькие резиночки тоже амбушюрами называются, потому что по факту это то же самое. Типа амбушюры это то, что направляет звук динамика к тебе в ухо. Так или иначе способствует направлению. Так вот. Если там по-прежнему такой же говноусилитель, то, ну, как бы, конечно, ты будешь чище слышать тот звук, который они издают, но звук этого лучше не станет. Соответственно, ждать от этого какого-то хай-фай и каких-то откровений не стоит. А AirPods это прежде всего про удобство и про, ну, реально, вот бегать в них в миллиард раз круче, чем в проводных наушниках. Потому что всегда ты бежишь, у тебя телефон либо в руке, либо у меня раньше, когда был маленький телефон, у меня был такой чехол, который ты на трицепс себе и бицепс обвязываешь, и у тебя там телефон внутри него. Ну и, соответственно, провод торчит, хоть как бы ты ни бежал, у тебя этот провод, он вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз дергается, и наушники постепенно вытаскивают у тебя из ушей. Просто под собственным, под тяжестью, под собственным, потому что провод весит, наушники весят, их тянет вниз, и через 10 кругов они у тебя уже наполовину выпали, и тебе их нужно поправлять, чтобы опять вставляло. Потому что иначе ты уже, ну, плохо слышать начинаешь. Делаешь погромче, на соточку колоночку. Вот, да-да-да. С AirPods'ами такой ситуации нет. Они плотно сидят. А, кстати, не выпадают, если какие-то резкие движения делаешь? Ну, слушай, единственное, от чего они выпадают, когда я футболку снимаю. Из-за того, что они у меня в разные стороны торчат, я когда снимаю футболку, я горловиной задеваю их, и они вылетают иногда. Ну, это уже, знаешь, проблемы первого мира, если честно. Вот, да, это именно вот мои проблемы. Когда они параллельно лицу, если у тебя не суперузкая водолазка какая-то, и ты себя гущушь и ею. Да-да-да. То, скорее всего, не заденет, и в других противных случаях от резких движений. Ну, я не знаю, как надо резко махнуть головой, чтобы что-то было, потому что при беге, в общем, ну, голова двигается чуть-чуть, и хотя, ну, в общем, зафиксирована, но неважно, возможны какие-то движения. Нет, ничего такого не было. Короче говоря, ожидать суперзвука вряд ли, я думаю, стоит, хотя они тут опять пишут, что там суперновые сдвоенные какие-то там динамики, бла-бла-бла, драйвер с широкой амплитудой. Не знаю. Ну, понятно, что это технически точно круче, чем AirPods обычные. И понятно, что да, все-таки за Hi-Fi сюда не приходим. Единственное, что все-таки мне очень хочется, чтобы они вот эту вот неосновную функцию... Понимаешь, меня как клиента, меня как потребителя контента, то есть твоих голосовых, мне хочется, чтобы они улучшили вот эту вот хреновую с микрофоном. Я понимаю все, что они хотят сделать, чтобы, не дай бог, тебе дождь не замочил. Но все сейчас голосовые отправляют, ну просто все уже голосовые отправляют, и сделайте чуть получше чего-нибудь, я не знаю... Жди, ну ты же понимаешь, из-за чего это? Ну, я думаю, что это из-за ветрозащиты, из-за... Ну, ветрозащиты активной. Нет, не из-за этого. Нынешние AirPods, они вообще не влагозащищены. То есть их даже брызгать на них особо не стоит, там все сквозь них пройдет. Так. Суть в чем, там два микрофона, один ловит мой голос, другой ловит ветер, и делает вычитание ветра из моего голоса. Вот в нынешних AirPods'ах. В Челябинске ветер плюс-минус всегда. Даже когда его нет, он все равно есть в головах у людей. Так вот, и короче говоря, именно когда тебя бесит звук, ну кроме того, что он как из жопы, это как бы окей. Это опять же, если бы они у меня были вдоль головы направлены, микрофоны бы смотрели мне в рот, и было бы лучше. Это факт. Так вот, даже если отринуть это, когда дует ветер, сразу ничего автоматически не слышно, потому что ветер дует со всеми вообще возможными частотами, вычитает эти частоты из моего голоса, и получается... Да, и все. Ну то есть у меня тембр голоса, видимо, ветреный. Может быть, все-таки они хотя бы здесь изменят алгоритм? Я думаю, что, наверное, можно как-то написать нейросеточку. Ну вот я и чувствую, что это... Так кошки орут смешно. Да, это вопрос алгоритма. То есть это даже не железный вопрос, это вопрос именно ПО. Если бы не было вот этого активного ветроподавления, то ты бы слышал как бы завивание ветра, но на его фоне ты хотя бы чуть-чуть меня лучше слышал, и может быть, это было бы даже для тебя более предпочтительно. Ну то есть да, на айфоне же ты когда записываешь, туда тоже вроде что-то дует, но я все слышу прекрасно. У айфона, кстати, тоже есть эта штука, у него же два микрофона, один там снизу, а один около камеры. Вот обратись сейчас внимание, видишь отверстие между камерой и вспышкой. Так, ну. Вот это второй микрофон, который ловит ветер. И он, по идее, его тоже вычитает из большого микрофона, который снизу справа. Угу. Вот, но видимо как-то это умнее. Там алгоритм лучше, или процессор лучше, который это обрабатывает. Возможно, да, но просто качественно звук различается вообще до свидос. Теперь перейдем к активному шумоподавлению. Активное шумоподавление как работает? Оно ловит звук ветра и создает тебе в противофазе точно такой же звук в ухо, и тебе кажется, что ты ничего не слышишь. То есть это, в общем, ну, слуховой обман. Тем не менее, и как Никита уже и сказал, действительно может привести к трагедии. Лучше такое делать только если вы защищены, если вы там сидите не в open space, где вам подойдут и по шею ударят как бы. Ну, ты понимаешь как. Леща. Сзади, да, леща выпишут. Это будет плохо. Поэтому такое надевайте. Можно по маме таким остаться. Вот да. Вот если будешь так делать, таким остается. Тебя напугает. Вот тебя напугать могут в них вот только так. Поэтому я часто... Вот это реально. Это надо где-то... Если ты сидишь в автомобиле, причем на пассажирском сидении, причем не единственным пассажиром и каким-нибудь самым неинтересным пассажиром, что как бы, в общем, с тобой бы и так никто не разговаривал, и то, что ты бы говорил, все равно было бы всем насрать. Ну, раз ты купил AirPods, это уже не очень интересный пассажир. Вот да. И ты можешь реально включить вот такое активное шумоподавление и смотреть в окно как бы, и тут тебя уже точно сзади никто не схватит, там, твоя помощь не потребуется, там, ты не пропустишь ничего важного. Вот это одна такая ситуация в вакууме. Ну, то есть понятно, что когда ты сидишь там в маршрутке в заду, вот, в общем и в целом... От тебя мало что зависит. От тебя подойдут, да, и от тебя мало тоже что зависит. Можно и включить. Но если, не дай бог, вы за рулем или просто идете на улице, я бы не включал активное шумоподавление. Вдруг кто-нибудь будет бибикать. Именно бибикать. Да, да. Или на велике едешь, это вообще опасно. Да, или о помощи звать. Ну, то есть лучше все-таки чуть-чуть, чтобы пробивался звук, так скажем, ну, жизни. Вот. И да, поэтому... Ну, а с другой стороны, когда ты в open space, и вас там 10 тысяч таких людей, и ты не хочешь знать об их существовании, то, в общем, ну да. Я ни разу в жизни сам не слышал, как работает активное шумоподавление. Для меня это пока что rocket science. Но я понимаю примерно, как оно работает, и это, наверное, прикольно. аирподсов сделали, чтобы, когда говоришь по аирподсам, у них вот эта пимпочка снизу, которая свисает, светилась еще вот именно на звук голоса. И тогда будет полный киберпанк. Ты говоришь, и она мигает вот так, когда ты говоришь, чтобы ты максимально как оператор уже выглядел. Ну, это хорошо, да. Мне нравится то, что ты говоришь. Мне нравится то, что ты говоришь. И ты в гоглах такой сидишь в этот момент, у тебя именно тех, нахреначь, что очень сильно с активным шумоподавлением. Мне нравится, что ты говоришь. Сто пудово. Ну, я не знаю, что там по заряду. Вот эти всякие обычные прикладные вещи, типа там дольше держат заряд. Мы сейчас это не можем с тобой полностью понять, потому что это еще никто досконально не понял, все равно не изучил, не походил с ними. Поэтому нам сейчас нет смысла гадать. Да, я думаю, мы к этой теме вернемся, когда я их реально уже пощупаю и послушаю, и тогда уже скажу. Потому что просто возвращаться к этой теме, когда мы посмотрим Велсакома, скучно. Дождемся лучше, когда и Велсакома посмотрим, и собственные какие-то ощущения испытаем, тогда уже можно будет как-то... Да, Велсаком будет просто вау говорить, вау. Поэтому там слишком много новостей, мы не узнаем. Что, погнали? Мы, конечно, на первой темке растеклись сильно. Да, да. Но на второй, я думаю, сейчас мы стечемся. Почему? Потому что она про ПО. Она уже не про железо, она про ПО. Про ПО всегда скучнее. Ух! Это я говорю как человек, который разрабатывает ПО. Так вот, Apple выпустила от L. Apple выпустила от 13... Ты как-то evil уже сказал? Evil, я бы даже сказал. Как-то вот это вот тоже, да. Так вот, Apple выпустила прошивку 13.2. А 13.2, чтобы ты понимал, это первая версия, вот, ну, новая мажорная версия. И вот вдумайся, да, месяц назад был всего лишь официальный релиз, просто 13.2. А тут уже 13.2. Понятно, что это еще супер первая бета, но какой-то у них такой цикл разработки прям, ну, достаточно быстрый стал. Угу. Вот, скажу сразу, новых мемодзи нет. Так, хорошо. Мемодзи это именно, которые, ну, под тебя подстраиваются. Я понимаю, да, это морды, морды. Вот, а эмодзи есть. Так, давай. И, в общем, и в целом даже есть прикольная, типа, например, роборука, механическая рукавоводица. Конечно, киберруку вижу, механическая рукавоводица есть. Мы с тобой, кстати, ее уже обсуждали. И она... Да, мы и ее обсуждали, и инвалидные трости всякие и так далее. И то, что наша планетка есть. Да, у меня в десктопной телеге уже показывается она. То есть она у меня только сейчас появилась на телефоне, в клавиатурах, но в десктопной телеге уже вот я сейчас в чате к нам с тобой скинул. И у меня нормально показывается. У тебя как? У тебя она хоть где-нибудь видна? Посмотри на разных устройствах. Я сейчас открою специально. Да, естественно, на компьютере под управлением Windows 10 у меня квадратик. У меня квадратик. Так, уже хорошо. Теперь послушаем, что на iOS. На iOS у меня... У меня, к сожалению, кстати говоря, как у лоха, не обновился почему-то iOS-устройство мое. И там квадратики тоже, тем более, с вопросиками внутри. А второй сейчас тоже квадратик. И второй квадратик тоже. Вот это трость... Второй это просто трость для слепых. Вот. И у меня она была уже очень давно. То есть она в 13.1 еще была. Я поставил обновляться, а то что-то это как-то вообще плохо. Как я не буду квадратики видеть нормально? Я, кстати, тоже обновил именно часа два назад. Ну, то есть я увидел... О, нихрена, у меня тоже само не обновилось. Видимо, мажорные релизы сами как-то не очень обновляются. И даже он мне ни разу еще об этом не сказал. Вот. Но, тем не менее. Так вот. Кроме всего прочего, кроме всяких security updates, поддержка AirPods Pro непосредственно, а именно активного шумоподавления. Потому что активное шумоподавление через телефон включается. Причем оно есть двух типов. Noise Cancellation, Transparency и Off. Transparency, по идее, прозрачность. Или там, ну, транспарентность. И... Мне просто интересно, а Off от Transparency чем, простите, отличается? Чуть-чуть, наверное, будет пропускать. Чуть-чуть, да-да-да. Я просто смотрю схематично. Здесь скриншот как-то не очень у меня зумится. Видимо, потому что я не зумер. Вот. И там видно, что Noise Cancellation, там плотная линия. Transparency, линия вокруг головы. Transparency, прерывистая линия, а Off совсем пунктирная, легонькая. То есть, да, Off — это прям весь звук проходит, выключено, а Transparency — это чуть-чуть. Да. Хотя это немножко похоже на какие-то иконы. Вот. Ну, я имею в виду... Я понимаю, да, о чём ты. Вот из тех эмодзи, которые просто в статье представлены, тебе какая больше всего нравится? Быстро съедем с тем, чтобы как-то это... Да. Так вот, из тех эмодзи, которые мне больше всего нравятся, мне очень нравится чеснок. Честно скажу, чеснок классный. Ну, такой вкусный ещё. Хочется его кидать на всё. Чеснок. И можно ещё за чеснок сделать обозначение, ну, чего-то нелегального. Понимаете, да? Чеснок. По идее, лук должен был бы быть, но здесь тонко, это постироничное. Ну, чеснок, да, чеснок. Хотя лук... Да, но как-то лук, он, знаешь, он не вылит, как лук. Лук просто не так ориентирован, вот если это эмодзи конкретно рассматривать. Он какой-то слишком круглый. Да. Он слишком круглый. Мне нравится вот это, и мне нравится, ну, естественно, выдра. Очень крутая. Да. Она детальная какая-то, правда, слишком. Но выдра, выдра крутая. Подожди, выдра — это которая в воде? Моется, да, моется. Ага, ага. Причем гийцвибль, чтобы ты понимал, в немецком лук — это женский рот. Так. Так вот, мне больше всего нравится... Блин, я очень сильно ломаюсь между на донышке, ну, ты понимаешь, вот этот вот пальчиками показан, и кубиком льда. Вот просто. Он мне почему понравился. Блин, кубик льда классный. Во-первых, мне в Worms почему-то напомнило, там то ли оружие такое было, то ли анабиоз был, да, то есть ты мог в кубик льда превратиться, и тебе ничего, никакое оружие, кроме скидывания в воду, тебе никак ничего не могло сделать. Ааа, блин, капелька крови, вообще кайф. Да. Мне понравилась капелька крови, и я, знаешь, сейчас что увидел? С топором. Вот, да. Мы сегодня, когда с Костиком спорили в чатике, он кидал и говорил про то, что, типа, это то же самое, что прыгать с парашютом, и он там кинул этот эмадзи. Я не знаю, у тебя был там квадратик или не был? Возможно, был, возможно, был. Я вижу здесь прыгание с парашютом. Вот, я сейчас увидел, и он, видимо, уже 13.2 поставил. Ну, я не сомневаюсь, в Костике ты чё, это профессионал своего дела, ставение 13.2. Хотя, казалось бы, он хрен где, там поди такого интернета, там нет, чтобы 4 гига скачать. Но, видимо, есть у него. Да и у него там всё есть. У него везде всё есть, я согласен с тобой. Короче говоря, прикольные эмадзи. Есть ещё эмадзи устрицы. Ну, в общем, почему бы и нет. Тоже для богатеев. Есть даже два вида собак разных. Поводерей, именно. Вот, мне тоже кажется, что, учитывая, что они стоят в одном ряду, ну, почти в одном ряду, я имею в виду в этой статье почти в одном ряду, а по факту в одном ряду с добавленными в этот раз эмадзи, с другими слепыми, так сказать, то, да, возможно, это действительно поводыри. С хандикапами. Нет, это стопудовые поводыри, это у них даже отходит. Что так-то обычная собака есть. И так уже. Давно. Отходит, ну, так это ошейник, по идее, как бы ты выгуливая просто собаку, у тебя тоже может ошейник отходить от собаки. Хм, ну, не, ну тут, ну ладно, может быть. Что ещё из прикольного? В принципе, всё прикольное. Что-то более прикольное. Трусы, выделённые, это и спотни, это действительно трусы или что это? Мне кажется, это какие-то беговые трусы. Вообще, это на трусы Робина из Бэтмена Робин похоже, но не знаю, как его будем использовать, но как-то будем. Обязательно сейчас обновлюсь и будем использовать сразу. Ладно, вернёмся к фичам 13.2. В 11 и в 11 Pro iPhone добавлена поддержка Deep Fusion, наконец-то. Она была, в общем, уже заявлена, как технология на анонсе самой трубки. Это, короче говоря, умное обдумывание, дорабатывание фоток. То есть ты, когда в плохом освещении фоткаешь, ну, это какая-то либо нейронка, либо сервак куда-то отправляется твоя фотка опять. О, ужас. Вот. И дорисовываются детали бороды, носа. Да, да ещё и дорисовывать. И так уже вся борода вся нарисована. Мне вот интересно, это здесь тонкий троллинг, что после рассказов про Deep Fusion чувак сидит в позе Cool Story Bob. Боб, да, я тоже поржал над этим. Мне кажется, это не тонкий троллинг. Уж очень толсто он сидит. Ну, да. Но если так, то MacRumors зачёт вам, чуваки. А точнее даже не MacRumors, а кто там автор статьи? Блин, здесь нет авторов. А нет, есть Джули Кловер. Вроде бы он с бородой сидит. Вроде бы как и по теме, но он так сидит, типа, ну, давайте, расскажите мне. Ну, вот, да, ну, блин, может быть, почему бы и нет. Так вот, кроме этого, здесь есть теперь в privacy хрень, типа, удалить вообще всё, что я когда-либо говорил Siri, что хранится. И больше не отправлять. Ничего, что я говорю в Siri. Именно с целью улучшения Siri. Потому что, помнишь, был скандал, что Apple сидит и переслушивает какие-то там штуки для того, чтобы более лучше Siri распознавала. Да-да-да, то есть она всякие диалекты там, они вручную переслушивали команды, чтобы их как бы текстом набить и чтобы обучить Siri. Вот. И это как-то там где-то вскрылось. И Лебедич потом сказал, что, чуваки, вы это зря, потому что таким образом вы практически убиваете прогресс, опять же. Вот, что, ну, вроде как, когда вы пользуетесь сервисом, надо быть уже полностью уверенным в том, что всё записывается, всё сливается, всё отправляется, но во имя того, чтобы сервис стал как бы удобнее, круче и так далее. Это, кстати, дискуссионный вопрос. Вот ты бы снял такую гавочку или нет? Ты вообще говоришь? Ты же мне говорил, что ты говоришь с Siri. Я говорю с Siri, и, знаешь, если честно, меня всё равно пугает то, что она постоянно меня слушает. И причём какие-нибудь Google-устройства, они даже как-то чаще реагируют на всякий бред. То есть, знаешь, типа, ты случайно сказал какую-то фразу, которая очень похожа на то, что приказать помощнику реагировать. И вот с Siri это практически у меня никогда не случается. Мне прям надо сильно говорить «Привет, Siri». Вот я сейчас сказал, у меня рядом телефон. Вот может мне помочь, может. Но с Google всякими устройствами, я как-то не знаю. Мне кажется, что у чуваков на всякое дерьмо срабатывает их фраза. Мне, возможно, конечно, Google, кстати, она всё ещё меня слушает, я всё это говорю. Короче, возможно, просто Google – это более встречающийся слог в каких-то словах. Но, короче, не знаю, меня пугает это, честно скажу. Хотя, казалось бы, ну, типа, я и так уже понимаю, что если меня бы захотели где-то там послушать и понять вообще, кто я такой, то я, наверное, весь и так на ладоньке. Но всё равно, как-то это страшно, когда постоянно телефон думает про тебя. Вообще, единственное, что я использую в Siri – это угадай трек. Я спрашиваю Siri, что играет, и я всегда жму «Home» для этого по старинке. Так. Ну, у меня, видишь, у меня доисторический телефон, на котором всё ещё есть кнопка «Home». Понимаешь, по старинке это всё-таки «Shazam», как я используюсь в этом случае. А, то есть у тебя он всё ещё есть. Просто Siri тоже через «Shazam» это делает. Я понимаю, но почему-то есть. Я почему-то… Первое, что я вспоминаю, когда я хочу за «Shazam» треки, я «Shazam» открываю. Хотя мог бы говорить. Ну, ты прям… Ты ещё больше старовер, чем я, который жмёт кнопку «Home». Вот именно. Олды тут. Хотя у меня тоже «Home» имеется, как бы. Да. Наконец-то ввели вот эту штуку. Ты сейчас, когда жмёшь просто на апку, у тебя открывается там, ну, доп-режим, который типа «Force Touch» режим. Вот. И если ты ещё дольше жмёшь, только в тот момент иконки начинают трястись, и появляются крестики, чтобы удалить. Я помню, я бате долго объяснял, как сделать, чтобы удалить приложение. Потому что он долго жал, у него появлялось вот это меню. Всё, ему не терпелось уже что-то сделать. Вот. А надо-то ещё дольше жать. Надо ещё дольше жать. И только тогда уже можно будет удалить. Теперь, наконец-то, сразу вот в этом быстром меню уже есть «Удалить приложение». Ну, похвально. И там же есть «Изменить экран домой» и сразу начинают дёргаться они все. Вот. То есть теперь можно долго не жать. К счастью, обратная совместимость есть, и для тех, кто уже привык долго жать, можно долго жать, опять затрясутся и можно будет удалять. То есть тут просто, ну, добавили небольшой лайфхак для тех, кто не любит долго жать. Вот. Теперь есть и последняя фича, остальное только багфиксы. А-а-а, нет, не последняя, предпоследняя. Предпоследняя – это то, что в камере можно теперь в самой камере, не заходя в настройки, менять резолюшн, то есть разрешение. Это круто. Это мне нравится. Не то, чтобы часто приходится его менять, но, блин, когда это можно сделать прямо отсюда, я думаю, я буду чаще менять. И именно когда записываю что-то неважное, просто какой-то бред, буду прямо 720p писать, чтобы меньше места занимало. Нормально, нормально. Потому что все равно кидать в телегу, телега сжимает, и тогда зачем? Согласен. Согласен. Вот. И последняя теперь уже, действительно последняя, это поддержка нового говна в HomePod. Это умная колонка от Apple, кто забыл. А я думаю, забыли все, даже сами Apple, потому что все уже ждут, не дождутся второй версии, где она будет лучше, более лучше одеваться и где хотя бы русский язык добавить, потому что HomePod до сих пор не умеет в русский язык. Вот. И это останавливает, это единственное, что останавливает моего батю от того, чтобы ее купить уже наконец-то и попробовать что-то как-то с ней делать. Сейчас она будет просто стоять и, ну, окей, у тебя будет Bluetooth-колонка с семью твиттерами и одним псевдо-басовым динамиком, но это не то, за что нужно отдавать такие деньги, которые она стоит. Поэтому ее даже официально в России не продают. Батю это не спасает, да. Да тем более еще там мутиться ее покупать где-то. Ну да, да, повторюсь, официально ее не продают, то есть это надо еще себя задолбать, и это как бы в батины планы это совсем не входит. Вообще не входило. Вот. А здесь теперь есть хэнд-офф. Это хэнд-офф, это функция, когда ты что-то начал на одном девайсе и продолжаешь это на следующем. Что можно продолжить на колонке, я не знаю. Музыку слушать, я не знаю. Опять же. Ну, вот, видимо, как-то так. Короче говоря, тупое говно, тупого говна. Это я про последнюю фичу, а не про всю прошивку в целом. Я ее, повторюсь, накатил, Никита накатит. Если вдруг у нас от чего-то сгорит жопа, как у Трофима, от того, что листья уносит, слушайте об этом в пришел, то мы об этом расскажем в каком-нибудь там следующем, последующем выпуске и так далее. Если это вдруг супер нестабильное говно, если вы уже с этим столкнулись, напишите нам в комментариях, что это супер нестабильное говно, а мы пойдем дальше. Да. Проходим от Apple, мы идем к еще более чему-то стабильному и более крутому, конечно же, к хостингу SmartApe. Каждый подкаст, каждую милисекундочку подкаста мы вам рекомендуем обратиться к SmartApe. SmartApe.ru, вообще лучшееюбизайн.ru. Заходите по нашей реферальной ссылке, регистрируйтесь, попробуйте этот хостинг. Мне кажется, что никто из вас не пожалеет. Это доступно, это круто и с очень крутой поддержкой. Вообще цены на SmartApe, они как пенсия, то есть не индексируются. И когда доллар растет, здесь все стоит по-прежнему тех же денег, и это, по-моему, прекрасно. Конечно. То есть я считаю, это вот один из немногих островков стабильности, которые у нас остались еще в стране, это хостинг SmartApe. И я вот предлагаю просто челлендж, чуваки, давайте следующую апку вы задеплоите не на Heroku, где все удобно и легко, а на SmartApe. Возьмете, купите нормальную ВПСочку, сами поднимите там Осеньку, какой-нибудь CentOS 7 или 8, 8 уже там есть в бете уже, даже какие-то репозитории под него сделали уже, можно какие-то пакеты поставить. Сами настроите Firewall, чтобы вам не взломали эту ВПСку и не подвесили туда какие-нибудь майнеры. Сами поставите веб-сервер, сами развернете, задеплоите свое приложение и будете классными. И вас возьмут на следующую работу в X2 стоимости, потому что еще смогут трех девопсов сократить, которые для вас будут там что-то разворачивать еще 10 недель. Поэтому смотри, какие перспективы я вам карьерные нарисовал. А вы не хотите попробовать? Попробуйте обязательно, youbedesign.ru slash SmartApe или просто реферальная ссылка в описании под роликом. Вот, мы идем к темке про то, как Google проводит код-ревью. Да, пойдем к этой темке. Здесь чувак отобрал самое классное на хабре из статьи реально, как Google, которые написали, как вообще надо проводить код-ревью. Код-ревью не буду прям объяснять, потому что все-таки люди должны знать, что такое код-ревью хотя бы, которые слушают наш подкаст. Хотя, если одной строкой сказать, это событие, когда другие программисты из команды смотрят код, который вы написали там в Merger Equest. Какой-то, короче, кусок кода они смотрят и оставляют свои комментарии. Самое главное, вот вообще вот в этом событии в код-ревью, это то, что именно из-за кода-ревью могут создаваться конфликты в команде и быть какие-то токсичные, неправильные ситуации и, соответственно, неправильные отношения между программистами. Это, естественно, никто не хочет, ни работодатель, ни вы, ни никто. Не команда. И все из-за этого страдают. Поэтому к этому надо относиться серьезно. Код-ревью – это как раз столкновение нескольких программистов. Тем более все по-своему пишут код, все вроде бы стремятся к консистенции, но у каждого свое видение. И поэтому код-ревью – это та штука, которая вас пересекает, и вам надо быть предельно на ней, как сказать, аккуратными, точнее, ну, такими чуваками, которые никого не обижают, по крайней мере. Но, опять же, хотят сделать код лучше. И что нам предлагает гуглы у себя? Во-первых, надо начать с того, что ваш мерджер-реквест, который вы делаете, это не самое, не то, что должно быть полностью идеально написано. То есть, это вообще не просто не идеал, это не какой-то там эталон, который можно поставить на полочку. Это просто вот штука, которую вы сделали. Ее каждый раз нужно делать чуть лучше, чем предыдущий мерджер-реквест, так скажем. То есть, надо сегодня прожить лучше, чем вчера, да? То есть, мерджер-реквест надо сделать с каким-то небольшим улучшением кодовой базы. Если такое улучшение есть, уже мерджер-реквест, в принципе, хороший. Не обязательно, что он идеальный, но уже хорошо. Если есть ухудшение кодовой базы, соответственно, мерджер-реквест не очень. Соответственно, кроме этого, понятно, что никому не нужно как-то занижать свои замечания. То есть, вот хочешь ты замечания в код-ревью оставить, не надо, знаешь, стесняться и типа не оставлять. Или там, допустим, ну ты нашел у чувака реально 100 замечаний в мерджер-реквесте. И что, ты должен типа такой зажать себя и написать ему только там одно самое большое замечание конкретное? Нет, не должен. И Google говорит нам, чуваки, есть такая тема, как придирки. Сделайте так, чтобы когда вы ревьюете мерджер-реквест, вот напишите какие-то конкретные очень крутые вещи, которые нужно изменить реально человеку. и какие-то остальные там 100 вещей, которые вы считаете, что это придирка. Просто отметьте их префиксом нит, типа нитпик, потому что это придирка. Вы отмечаете это нитом, и, соответственно, чувак видит, что есть придирки, есть конкретные замечания. Конкретные замечания он обязательно исправляет. А придирки, он на них обращает внимание. Может быть, он в следующий раз это не сделает. Ну, не сделает плохо, в смысле, чтобы вы не придирались. Может быть, он поправит прямо здесь, если у него есть какое-то время, желание, мотивация, сила и так далее. Есть какой-то зазор временной. Он ваши придирки исправит, если пожелает. Либо он не обратит внимания в этот раз. То есть, короче, придирки это очень крутой вот именно способ, чтобы не заваливать чувака именно вот как на экзамене, говнищем просто. Вот он отдал мне, что ты такой, знаешь, крутой программист, показал везде, что у него 100 замечаний в код-ревью. И он такой, ё-моё, что делать? Как я вообще пройду с этим? И увольняется сразу нахрен. Такого не надо никому, как вы понимаете. Поэтому Google советует использовать обязательно такую тему, как придирки. Так, я уже сказал, что, напоминаю, не идеальный, не идеальный абсолютный merger request. Не надо добиваться идеальности на 100%. Делать специальные придирочки, ставить, если что-то не такое, не критичное. Что ещё? Как нужно вообще именно писать в код-ревью что? Допустим, ты понимаешь, что у чувака здесь сделано фактически его велосипед какой-то написанный, но есть вот решение, которое bulletproof решение, best practice. А он сделал вместо этого велосипед, который вот выглядит не очень. И работает не очень, возможно, местами. Где-то могут всплыть баги. Нужно указать чуваку, что всё-таки факты важнее персональных предпочтений. То есть, его велосипед стопудово окажется не bulletproofнее, чем то, что написали уже чуваки, испытанно и так далее. Это нужно указать об этом чуваку. То есть, опять же, здесь говорится об уважительном отношении, соответственно. И ревьюер должен всё-таки уважительно это как-то написать. Самое главное, вот здесь тоже есть такое обсуждение. То есть, вы когда обсуждаете, я часто, на самом деле, это встречал, особенно в задачах чуваки пишут друг другу. Когда токсичные чуваки в команде, они любят написать именно, знаешь, с каким-то личностным отношением к чуваку, который Merger Equest делает или там задачу составляет, или там сделал задачу. И чувак пишет там, как-то, знаешь, вроде бы он не хотел обидеть, но и как-то не очень осадочный остается. Пишет, например, какую-нибудь цитату, типа, я бы вообще всё сделал по-другому. Казалось бы, ну типа, ну чё, ну да, сделал бы по-другому, окей. Но вот это вот, я бы вообще всё сделал по-другому, это выглядит так, как будто, ну чувак написал, вот его работа вот просто можно сразу в мусорку выкинуть, а ты вот такой крутой такой чувак. Так не надо, переформулируйте предложение. Даже если вы считаете, что вы бы всё вообще сделали по-другому, здесь при коде-ревью надо написать какую-то конкретику, почему и где, какие вещи можно сделать по-другому и нужно это сделать. Самое главное, почему. Вот здесь Google говорят, что почему. Пишите обязательно всегда почему. Не надо делать, а вот типа там написать, типа, блин, ну это вот плохо, просто плохо. Такую от себя не надо писать, естественно. Вот. По поводу обсуждений. Нужно обязательно делать обсуждения в комментах, потом, если что-то непонятно в комментах, обсуждайте лично. Если что-то непонятно лично, обсуждайте в команде и двигаемся дальше. То есть не нужно застревать с этим. Вот. Кроме этого, что ещё? Порядок просмотра, это не очень интересно. Ну вот на что обращать внимание при просмотре, я просто перечислю. Код хорошо спроектирован, функциональность хорошо сделана с точки зрения пользователей этого кода. Внешний вид должен быть хорошим, если он есть, конечно. Учтены нюансы параллельного программирования, если есть. Код не переусложнён. Разработчик не оверинженерит. Не нужно писать код, который может понадобиться, а может не понадобиться. У кода есть тесты. Тесты хорошо спроектированы. Наименования для всего выбраны хорошо. Комментарии к коду понятны, необходимы. Должны объясняться, почему так сделано и как это сделано. А не как это сделано, точнее. Добавлена документация. Код соответствует стайл-гайдам. Ну вот как-то так примерно. Не бойтесь, опять же, расстроить автора Merger и квеста. Но, соответственно, пишите просто уважительно и делайте придирки. То есть не делайте 100 замечаний, которые супер актуальны, их надо сейчас прям поправить, короче. А релиз скоро уже, и ты такой, блин, что делать? Вот это главное. То есть уважительные отношения, использование, возможно, придирок, если нужно, в хорошем смысле. И обязательно помнить о том, что Merger и квест не должен быть идеален. Какой-то такой вот примерно совет нам дает Google. Ты как человек, который, скорее всего, делает кода ревью. Как ты вот смотришь на это? Ну смотри. Во-первых, я эту статью тоже читал, я ее даже скинул в рабочий чатик, а до меня ее еще один чувак скинул в рабочий чатик, но он ее скинул в бэкендерский чатик, а я там тоже заслан казачком, так скажем. И он, соответственно, бэкендер. Поэтому я потом думал, ну вдруг там только про бэкенд. Но я ее все равно взял в подкаст, тоже прочитал, пока мы готовились. И, соответственно, да. Насколько я вот для себя, если бы мне надо было анализ статьи написать, выделить самое главное, я бы сказал, что здесь самое главное это то, что MR должен быстро пройти. То есть Merger и квест это не вещь ради Merger и квеста. Это все штуки ради того, чтобы донести какой-то функционал до релиза или до стенда какого-то. Поэтому основное это не затягивать процесс. А вообще, если говорить про код-ревью, то у меня здесь консенсус с другими коллегами. Код-ревью это в первую очередь про саморазвитие, про развитие команды в целом. Причем, смотри, первое, ты, будучи человеком, который оформляешь Merger и квест, и тебе его ревьюят, ты человек учишься от опыта, потому что тебе реально дают нормальный свет. Кстати, у нас вот в команде абсолютно нет проблем с токсичностью. Вот. У нас как-то все прям вообще супер. Возможно, если ты думаешь, что у тебя нет проблем с токсичностью в команде, токсик – это ты. Есть микрошанс, но нет. У нас как бы есть открытые подколы. И как бы, ну, мы все знаем, кто что любит делать, так скажем, кто чем грешит. И мы над этим ржем, и как-то это все всегда прикольно получается. Есть у нас человек, который вообще очень все любит делать через query-параметры. Ну, когда вот у тебя есть ссылка, и через вопросик пошло там URL равно то-то, там query равно то-то и так далее. Ну, и как бы мы реально уже ржакаем, что если там кто-то другой ввел query-параметр, даже если это там по делу, то это значит его вот там тот чувак покусал. Не буду имена называть там и так далее. Ну, это просто смешно. Или там если через store сделано, то все меня там вспоминают, потому что я люблю там тоже через store что-нибудь. Потому что storage. Вот, да-да-да. То есть, ну, это уже такие микро-мемчики, от этого даже и прикольнее. Но в общем и в целом в таких каких-то жарких дискуссиях, когда мы первый раз с этим столкнулись и так далее, мы много нового для себя узнали. Вот. И кроме этого есть еще люди, которые ревьюют код, они смотрят, и иногда у них бывает, я в том числе и про себя говорю, у них бывают инсайды. Типа, ааа, так вот как еще можно? То есть, не всегда код-ревью – это какой-то приходит такой супер-сенсей, который сидит так, ну, что там они там сделали, ну-ка, ну-ка, ага. Ни хрена подобного. Тот человек, который так думает, значит, он уже самый тупой. Вот в тот момент, когда он так подумал, значит, он уже себя признал самым тупым, потому что, ну, не может быть человек таким сверхкомпетентным, то есть всегда кто-то может… Ну да, коллективный разум все-таки покруче, чем один человек, поэтому, да. Вот, да, поэтому здесь, конечно, я считаю, что вот ключевое это даже не… короче, сначала, ну, ключевое в статье, как мне показалось, то, что мердж-реквест надо быстро донести, вот. И, ну, как бы, соответственно, любое вот то, что все ты перечислил, там, токсичничать как-то, там, придирки-то, это все удлиняет процесс мерджа непосредственно финального. И здесь так и сказать, что, ну, как бы, если уже что-то улучшает, уже надо докатывать до стенда и идти дальше, вот. А я уже вот от себя добавил комментарий по поводу того, что, в общем и в целом, это, как бы, про саморазвитие, и это очень хорошее дело, и это правда. Ну, как бы, в натуре, если ты смотришь чужие штуки, то не только ты кого-то наказываешь, но еще и что-то себе берешь, поэтому да, да. Ну, особенно, если тебе посчастливилось работать, ну, реально в сбалансированной, хорошей, интересной команде, где каждый человек может друг друга, там, чему-то научить, и эти люди, там, например, смотрят, слушают наш подкаст, тут что-то могут услышать, там, новое какое-то, или, там, читают профильные медиа, или заходят к нам на reddit.com.r.webdesign, где мы делимся какими-то штуками по теме, там, что-то читают, и, хоп, привносят это в команду. Если тебе посчастливилось работать с такими людьми, то, в общем и, в целом, разумеется, ты от них можешь что-то новое узнать, но это просто не бывает по-другому, поэтому тут да. Отлично, отлично. Я надеюсь, что будут какие-то комментарии у наших слушателей, потому что всегда интересно, тем более тема вроде как должна задевать практически каждого человека, так что будем посмотреть, что напишут. Давай пойдем дальше. Смотрим, да. Напишут сразу сейчас какие-нибудь обущенцы, которых лохают. Да я, да мне. Лохают на ревью, да, и все. И они будут говорить, что да, у меня, да, меня булят сильно через комменты, через дискаши, например, реквесты. Ну ладно. Короче, следующая темка у нас про новые динамические импорты в JavaScript в спецификации ECMAScript 10 или ECMAScript 2019. Воу-воу, make some fucking noise. Короче говоря, классические синхронные статические импорты. Мы пишем import, my module, from и там ссылка на JS файл или на npm пакет, там, ну что-то как-то где-то. Откуда подгрузить? Либо, например, через деструктуризацию. Import, кудрявые скобки, named export from какой-то там 5G файл, модуль и так далее. И теперь вдруг мы, давайте подумаем, мы же живем в мир асинхронности, у нас сейчас все такое супер асинхронное. Так. Вот. И это, соответственно, нам говорит о том, что мы даже с тобой рассматривали где-то, я не знаю, насколько давно это было. Вот. Но мы рассматривали о том, как использовать асинхронные Vue.js компоненты. Ну, то есть это то было именно в инфраструктуре Vue, а здесь мы говорим именно о дефолтных джаваскриптовых импортах. Их тоже можно сделать асинхронными. Для чего? Ну, во-первых, не всегда нужен какой-то импорт. То есть его можно подгрузить позже в тот момент, когда он понадобится. Особенно если он весомый какой-то. Когда понадобится, во-первых, ну, либо банально, когда там человек доскролит до какого-то момента, где ему понадобится какая-то библиотека. Например, библиотека Moment, перевод дат. Пока ты не доскролил до конца статьи, где написано, что там он опубликован такого-то числа, тебе не нужна эта библиотека форматирования дат, а она достаточно весомая. Особенно если вы весь момент тащите, а не какой-то отдельный там метод. Вот. Поэтому это первый кейс. Второй кейс – это если вдруг вообще в зависимости от действий пользователя на какой… ну, вот смотри, есть какая-нибудь страница дашборд, и на ней есть виджет календаря. Если вдруг пользователь в настройках вообще отключил виджет календаря, тебе не нужен момент вообще в дашборде. Соответственно, есть какие-то именно… ветвления, то есть какие-то условия, от которых можно этот импорт асинхронно подключать. Теперь же непосредственно посмотрим, как это делается. То есть синтаксис. Можно использовать классические промисы. То есть в данном случае, если мы делаем импорт и в обычных, в круглых скобках название модуля, то есть выглядит как будто это функция, но это ни хрена не функция. Импорт – это даже не объект. Это просто здесь синтаксис выглядит так же, как вызов функция. Так вот, импорт, в круглых скобочках название, и можно классический… Вот такая конструкция вернет промис. Можно использовать классический then catch, ну и finally, соответственно. И внутри уже в коллбеке этого then, например, мы говорим import module foo.js then, соответственно, аргумент это foo, и мы можем консоль логнуть, там, значение foo.default. Вот. То есть это мы просто импортируем. Это все равно, что мы написали import foo from module foo.js, и потом консоль логнули. Только здесь мы это сделали только тогда, когда этот модуль подключился, и только в том случае, если он подключился. Можно не обязательно стрелочные функции использовать. Можно, разумеется, внутри then передать обычный коллбек через function именной какой-то, и, соответственно, тоже. Вот. Можно, например, сделать, когда у нас внутри этого импорта несколько экспортов, мы можем использовать у параметра module, который мы передаем. module.default, это будет дефолтный, там, где экспорт дефолт написали в этом модуле. Вот. А если есть именной какой-то, что-то экспорт, ну, с названием, то он вызывается через module.dostuff или там что-то другое. То есть, что именные экспорты, что не именные, можно вызывать. Ну, как бы до этого мы их также через точечку вызывали, а здесь вот внутри параметры уже. Третье – это ветвление. То есть, есть какое-то условие, и мы прям реально импорт оборачиваем в if, и, соответственно, если условие срабатывает, только в этом случае мы делаем импорт then, ну и так далее. Например, если есть компонент настроек, то тогда мы импортируем в библиотеку Lodash, любимую многими, вот. И уже там внутри then делаем какие-то там манипуляции. То есть, мы в библиотеку подключаем только как раз тот кейс, о котором я говорил, только если есть какой-то компонент. Вот. Для тех, кто не любит промиссы, например, как я, точнее, ну, как бы глупо их не любить, то есть, это просто механизм, и тот async await, синтаксический сахар, который сделан, он все равно вокруг промиссов построен. Потому что мы эвейтим как раз результат промиссов. То есть, под капотом все то же самое промиссы. Это, знаешь, как в том меме классическом, где хоп, там чувак с наволочкой на голове, я не помню, это из Scooby-Doo, и у него хоп, он поднимает колпак, а там внутри просто человек. И там вот это вот, типа, machine learning AI, он поднимает там хоп if внутри. Вот тут то же самое, хоп, async await поднимает, а внутри промиссы, потому что, ну, это так и реализован. Можно через async await, соответственно, делать. То есть, мы, какой-то у нас есть какая-то функция, какой-то метод асинхронный, и мы внутри него можем const module равно await import. Мы в модуль сложили вызов импорта. Пока он не импортнется, дальнейший код выполняться не будет. То есть, здесь async await классическая конструкция, я ее очень люблю, для того, чтобы асинхронный код выполнялся синхронно. Вот, соответственно, module default, module do stuff, точно так же, как внутри then было в предыдущих примерах, только уже тут с async await. Кстати, здесь вот есть ноут о том, что, чуваки, импорт сам — это не функция, не вызов функции, соответственно, это не object, соответственно, никакие методы от function prototype или от object prototype на нем не действуют. То есть, например, такие методы, как call и apply из function prototype нельзя применить к импорту, будет ошибка, и его импорт просто сам. Импорт нельзя присвоить в переменную. То есть, импорт алиас равно импорт сделать нельзя. Можно присвоить promise, который вернет импорт, и дождаться его там через await, дождаться результат промеса. Просто присвоить импорт нельзя. Так вот, можно использовать не статическое название импорта, а динамическое. То есть, если мы его в переменную запишем, module specifier, и это будет просто стринговая переменная, в которой написан путь, мы ее можем передать внутрь импорта, и это будет параметрический импорт. То есть, опять же, шестой пример расширенный. Мы говорим, если есть какая-то настройка, то значение настройки такое-то, и это уже значение настройки мы передаем в импорт. Соответственно, мы подключаем либо setting.js, либо utils.js, и в зависимости от этого уже там что-то делаем. Мне, правда, нужно какие-то, наверное, внутренние проверки доделать, потому что если мы вдруг именной экспорт do stuff вызываем, в одном модуле он может быть, а в другом не быть. И здесь будет, соответственно, ошибка, то есть, тут надо на уровне самого кода смотреть и не делать багов, вот, а делать все-таки фичи. Ну, и да, и седьмая, соответственно, седьмой пункт, это то, что коль скоро уж это promise, и его можно then-ать и await-ить, его можно и кетчить, соответственно, через точку кетч или через try-ketch, если мы речь идем об async await-е. И да, можно, тот exception, который мы кетчим, можно с ним что-то дальше делать, то есть это тоже, ну, это удобно, и да, надо не забывать, что если есть какая-то такая конструкция с promise, значит, можно и кетчить. Вот, ну и что касается поддержки, уже есть в бабеле, в хроме начинающейся от третьего хрома, в файрфоксе начинающейся от седьмого, кстати, вот ты рассказывал, пришел про новый классный фиолетовый файрфокс, он только с 70-й версии фиолетовый, вот, соответственно, сейчас с 70-й актуальны, а уже с 67-го были динамические импорты, вот, ну и с Safari 11.1, не знаю, тут что-то как-то про Edge не сказано, но у нас Edge скоро будет хромиумный, поэтому... Ориентироваться на хром, я думаю. Да, можно будет ориентироваться на хром. Ну, в общем, вот такая темка, жду от тебя каких-то комментариев, вдруг ты хотя бы у тебя за что-то ухо зацепилось, и тебе как-то что-то показалось прикольным. Мне показалось прикольным, что я вот не могу вот сейчас понять, допустим, объясни мне про экмоскрипты, вот сейчас написано, импорт экмоскрипт 10 slash 2019, а почему это все вообще сейчас не будет, типа, не знаю, в каком-то одном экмоскрипте, допустим, с 2020-го будет просто экмоскрипт 2020, и типа, почему, и вообще они будут вообще 2020-й или не будет, и я просто вот именно это пытаюсь понять, постоянно какие-то появляются, короче, новые экмоскрипты, и они будут постоянно появляться, я так говорю, это просто версионность экмоскрипта. Ну смотри, это просто, ну, новые фичи пилятся, и их надо как-то выкатывать, эти релизы надо как-то называть новых фич, их просто тупо инкрементируют по году и по, соответственно, ну, по счету, то есть начиная с экмоскрипта, с шестого начали плюс один делать, просто каждый год, вот, и не более того. Причем там, по-моему, даже они пропускали какие-то годы, по-моему, шестой – это 2015, седьмой – шестнадцатый, а тут, а, ну нет, десятый – это 19, нет, не пропускали, так по очереди и нумеруют. Просто новые фичи выкатывают какими-то кусками. Если говорить про CSS, они перешли просто на именные куски, то есть если там они допилили CSS shapes, они не говорят, что это CSS 15, это как бы просто CSS shapes модуль и все. Здесь нет, здесь они по-прежнему просто инкрементируют и такие, ну, просто здесь сразу в несколько мест добавляют фичи, вот, и как-то, ну, это нужно как-то объединить и вот как-то обозвать, и все. То есть, ну, как iPhone 11, был 11, стал, будет потом 12, вот тут тоже просто, ну, они… набор изменений они как-то объявили, назвали, и все, найти, тащите, делайте что-то с этим. Просто каждый год выходят новые фичи JavaScript, которые вот где-то начинают сразу подерживаться, а где-то только через Babel. Если они не пропускают, то какой смысл, они как-то указывают 10-й, 2019-й, почему они не оставят просто год или просто версию, ну, то есть, типа… Это вот, я не знаю, у них клуб такой, в какой-то момент они такие, блин, просто номер это отстой, давайте год, но тем не менее, об этом реально договорились, то есть, был момент, что все, чуваки, давайте год, и что-то все еще есть номер. Ну, камон, это, знаешь, как вот Нур-Султан, наверное, так долго еще Астаной будут называть. Вот тут плюс-минус такая же, может быть, история, не знаю. Ну, ладно, посмотрим на Нур-Султан, на Астану. Ты был, кстати, в Астане хоть раз? Я вообще в Казахстане не был. Блин, а вдруг там нормально? Я не буду никакое оценочное осуждение давать ни Казахстану, ни городам, ни тому, почему я там не был и почему я там не буду, возможно, никогда, не знаю. Ну, кто, посмотрим, возможно, везде будет скоро Казахстан, поэтому, может быть, все там будем. Пойдем к Патреону. Там тоже все будем, я хочется небольшой мостик как-то сделать. Да. И patreon.com.ewebdesign. Заходите, донатьте нам на поездку в Казахстан как минимум. Но вообще, если хотите просто поддержать проект Поддержать его чуть-чуть Поддержать, поддержать И вот как некоторые люди берут и удаляются Нет, так не надо Поддержать прям сильно проект Заходите на patreon.com.slash.webdesign И получайте как минимум А я бы сказал Это самое топ Пришел За любую поддержку Я видел, чуваки там, по-моему, обходят систему Точнее, там никакой системы и нет блокировки Но донатят, по-моему, доллар И, видимо, слушают пришел, судя по всему Потому что пришел открыто для любого патрона Так это не обход, это фича То есть действительно можно пойти Прямо сейчас доллар занести и слушать пришел Ничего в этом такого нет Плюс, плюс, я объявляю амнистию И я прощаю Мы раньше проклинали этих людей Теперь я прощаю всех тех, кто Просто один раз подписывается Выкачивает все пришел И потом на них сидит, как дракон на золото Я прощаю вас всех, чуваки Делайте так Я считаю, что это не зазорно Ну, ты знаешь, бомж Ну, окей Просто первый платеж Я думаю, первый платеж сделали А дальше уже сами попробуют Дальше уже жизнь рассудит Да-да-да Поэтому давайте Будьте зайками patreon.com.com.ru Ее веб-дизайн Переходите по ссылке Она, как обычно, в описании тоже есть Да? Что? Что? У нас следующая тема снова твоя Хочешь, можем поменяться? Да, не апохрена Я уже говорю Я уже еще чуть-чуть поговорю Нирон Инсомниус нам предложил новость У нас Мы не забываем о том, что бывают, в общем-то, предложки Вот, и Neuron Insomnius Он, конечно, много нам предлагал В этот раз, но из всех Четырех темок я выбрал только одну Точнее, не четырех, а трех Там просто на одну было две ссылки Потому что Она была оригинал на Medium И там, видимо, где-то был перепост Ну, либо там просто на ту же тему Короче То, о чем сейчас говорим Заговор против E6 Как разработчики YouTube практически убили E6 в 2009 году Это интересная тема Причем здесь никакого R&TV Здесь на полном серьезе Ровно об этом и есть Долго что-то открывается у меня Крис Захариас Нам пишет ее И он, сбегая вперед По-моему, бывший разработчик YouTube Я не знаю, сейчас он разработчик YouTube Или нет, хотя после этой Статьи, в общем, кажется Как будто бы нет Three years ago While I was a web developer at YouTube Вот Короче говоря, был Настолько жесть там Нет Но его не уволили Вследствие этого Но, в общем и в целом Как бы Он уже не в YouTube Просто, ну, представь 2009 год Ты уверен, что в YouTube Есть вообще люди Которые все эти 10 лет там работают Кроме DevOps Который один знает пароль Админский от серверов Не уверен Мне, конечно, такое не бывает В мире разработки Такая очень жуткая Текучка кадров Причем, знаешь, из-за чего? Вот как минимум Из-за того, что ты приходишь На одну зарплату И в рамках одной компании Тебе вырастет Чтобы у тебя зарплата была В два раза больше, например Это, ну, это оксюмарон Это ты должен быть Каким-то гениальным сотрудником И как-то гениально себя продавать Чтобы тебе реально там В два или там В три раза увеличили зарплату А скача с работы на работу Ты вполне можешь это сделать То есть ты чему-то учишься Становишься более классным специалистом И просто тебе предлагают В два раза больше денег Или ты просто сам наглеешь Тебе предлагают там Какую-то работу Там на 60% больше Ты просто приходишь Говоришь, вот мне на 100% Пожалуйста, больше И ты как бы просто От своей уверенности в себе Ты берешь и получаешь эту работу Поэтому я думаю В 10 лет точно он бы там не работал Но окей Возвращаемся назад Был, говорит, 2009 Вовсю был и E6 И он уже вовсю был болью веб-разработчиков То есть там были всякие штуки Начиная от того, что Если вдруг был какой-нибудь Неподдерживаемый селектор HTML5 Ну, например, артикл какой-нибудь И на него В CSS накидывался Attribute Селектор Ну, то есть Артикл и в квадратных скобочках О, там, я не знаю Урл равный Там, звездочка Равно Там, я не знаю Слово search В урле было Накинуто на артикл Такое правило Вот То был все Краш Так Хорошо В E6 Точно так же был краш Если вдруг случайно Запушить код С имгом У которого Пустой SRC атрибут Потому что В этом случае Он В пустом SRC атрибуте Передавался слэш Слэш Это корень сайта И в имг Становился работать Как iFrame В котором загрузился Корень сайта И если, не дай бог Ты на главную Такое пушил То у тебя рекурсия И, говорит Прежде чем мы Наши сервера Не превращали В кучу говна От перегрева Всего такого Вот Надо было успеть Отпушить Ревертнуть Так скажем Такой код Здесь вообще Очень такая Статья с юморком Вот Я не Просто даже И не хочу Это все воспроизводить Это Ну это Такой отдельный Так сказать Экспириенс Это все Почитать и поржать Вот Ну короче говоря У них была боль E6 был очень сложен Его поддержка Была очень сложная А А процент Аудитории Составлял 18% То есть Это 1,5 Всех денег Понятно И отказываться От них Как бы Ну Никто бы не дал Так вот И чуваки Придумали Тупо Вообще Просто план Саботаж Смотри Это был как раз Период Покупки Ютюба Гуглом И Там был Такой Переходный Момент Когда Гугл Не хотел Растерять Всех старых Ютюб Разработчиков Вот Они им давали В общем и в целом Задержало То что Чеснок кинул Обновился Да телефон Так вот Они Давали Старым разработчикам Ютюба Которые Весомые Статус Old Tuber Я не знаю Это был какой-то Реально Бэдж в GT Или как-то Что-то Ну короче говоря У них был Такой статус И этот статус Позволял Пушить Со словами В прод Со словами Блин Чуваки Вот так надо Как бы И да Это делалось Для того Чтобы Ну какие-то Хотфиксы Могли люди Делать И так далее Потому что В общем и в целом Там начинали Внедряться Всякие Гугл Стайл гайды И так далее Ну правила Навязываются Гугловские Уже Вот И иногда Это как бы Ну противоречиво Бизнес требованиям Что надо сделать Здесь быстро И вот Именно так Ну вот Был такой переходный период Вот И люди со статусом Old Tuber Они имели Вот этот вес Для пуша И для ревью Кода Который вот Надо пушнуть Здесь и сейчас И не спрашивайте Вот У нас Очень часто Ну не часто Два раза У нас был такой момент На нынешней работе Когда В мэре Прям Около одного метода Был открывающий Комментарий Просто было написано Блин не спрашивайте То есть вот Это Это Ход фикс Да Практически Ход фикс И короче говоря Вот здесь В том же духе Чуваки Придумали план Типа Давайте мы Поместим Короче Баннер Прям на главный Прям под Строкой поиска Типа Чуваки Обновите свой браузер Мы скоро Короче Скидываем поддержку Е6 И там Ссылка На Ссылки На соответственно Ну Браузеры Причем Каждый раз Рандомизировались То есть Ну Если ты зашел У тебя мог быть Первым хром А с другого бука Ты зашел У тебя там Первым файрфокс Ну то есть Чтобы как бы Ну Чтобы никому не обидно Никого не засудил Да Чтобы никому не обидно было Да Так вот И короче говоря Они сделали Что этот баннер Естественно показывается Только тем У кого Е6 Вот А ни у кого Из новых Гугл-разработчиков Не было естественно Е6 Там все на маках Уже сидели Ну вот так и пишет Реально Что все сидели Типа на маках Все уже были Cool kids Вот И никто Говорит Б и не заметил Особо этого говна Ну и короче Они там вступили В сговор С Old Тюберами Солдами Да Да Пропихнули Это говно Вот Они там Специально Как-то это Беспалево Сделали Чтобы Даже На самом Эмэре Если кто-то Зашел Там как-то Было Это Ну Я уже забыл Я в общем-то Я прочитал Эту темку Ну они там Чуть ли не маскировали Этот баннер Там под какой-то Просто вызов Там Функции И так далее В общем Вот И они Выпустили Эту хрень После этого К ним пришел Пиар Менеджер Карл Маркс Вот И сказал Что это Чуваки Вы конечно Молодцы Но Но Чуваки И все Круто Вот А в итоге Из-за того Что приказа-то Не было Тут как в армии Не по приказу Действовали Ну вот да Но пришел Пиар-менеджер Сказал Что Блин Чуваки В общем В целом Конечно Пронесло Но Вы никогда В мире Нахрен Больше Так не делайте Потому что Это полное Говно Ну да Вдруг бы пошло Не так И как бы Ну Вот именно Они же Не могут решать За пиар-менеджеров Карл Маркс Ну Вот Вот да Потом Говорят Пришли юристы И они начали Говорят Чуваки Вы что Долбанулись Мы сейчас Зашли с двух Буков А на первом месте Хром Вы что А это Гугл Я напоминаю Уже Типа Чуваки Нельзя Нельзя Это палево Нельзя Хром Ставить Сейчас Они уже Это делают Просто Ни с Гугла Заходишь Ни с Хрома Заходишь В Гугл И тебе пишут Установите нормальный браузер Тогда еще Это было Ну нельзя Они пишут Вы что И они говорят Блин, блин Это рандом Вам просто Двум рандом На вас нормально Они такие А все Тогда ладно Все нормально Все Хоп Сразу Ушли В галстучках Поправили С кейсиками Ушли И все Тогда им похрена Сразу Вот И мы Ожидали Что следующие Придут просто Менеджеры Инженеров Ну то есть Менеджеры Программистов Скажут Вы что Нахрен Без приказа Тупое говно Вы заабьюзили Статус Олдтюберов Как бы И вообще Ну то есть Нельзя так делать Вот да Вот И говорит Нет А на самом деле После этого Пришли тоже Как бы менеджеры И один чувак Спросил Из исполнителей Вот этого Всего плана Типа А что вы Как бы Ну Видели Да там баннер И эти чуваки Так говорят Блин А я думал Вы типа Слили у гугл доксов У гугл доксов Сейчас такой баннер И они Хоп Заходят И в гугл доксах Реально Такой же баннер Они идут В отдел гугл доксов И тебе говорят Блин Чуваки Наконец-то Вы Вы прям сделали Мы сразу взяли Ваш баннер Классно Мы тоже тогда Отказываемся От этого тупого говна И короче Все Гугл доксы Уже подхватили И в общем Все думали Что это они Как бы первые А на самом деле Вот эти чуваки Просто заговорщики Это сделали Вот И на самом деле Уже через Один Через один месяц В два раза Уменьшилась Доля Е6 То есть Прям вот Тупо за месяц Произошло И потом еще И еще И короче Он сгнил Нахрен Постепенно Просто тупо От того Что эти чуваки Вот такое Вот сделали Блин Ну они как-то Это им во-первых Повезло реально С другой стороны Они какой-то прям Реально прорыв Совершили на халявку Просто суть в том Что он здесь пишет Что мы В принципе Были готовы Уволиться Нахрен Если бы Ну типа Если бы их уволили Мы бы не жалели Вообще Просто потому что Ну дальше Это поддерживать Было невозможно Потому что Были даже целые Отдельные Двухнедельные Спринты Тупо чтобы Устранить Последствия Так сказать Ближайшего Ну ближайшего Релиза В Е6 То есть типа Это надо было Там разгребать Еще годы И это Конечно Ну Это всех задолбало Максимально Поэтому они решили Что или так Или не так Войдем ва-банк Что называется Ну и вот В этот раз Ва-банк Так скажем Удался И получилось Прикольно Да Ну блин Крутая история Слушай Я даже не знаю Тут нечего добавить Мне просто нравится Что такое вообще есть Может быть Опять же У нейронов Сомниуса Есть пачка Таких историй Он бы сейчас Нам их подкинул У костерка По сталкеру И начал рассказывать Про кондукторов Интересно Интересно Если есть какие-то Такие же Про контролёров Но про кондукторы Тем смешнее В общем да Он бы про кондукторов Начал рассказать Да Вот короче Скидывайте Тоже такие истории Обязательно Пойдём К финальной теме Сегодняшнего подкаста Я-то ожидал Что финальная тема Будет такая же Вот Мне кажется Надо было поменяться Это было бы топ На финал Но ничего Мы сейчас просто завершим И там дальше И в обойку идём И вообще классно будет Короче Здесь какой-то На самом деле Пиар был Чуваков Которые написали Эту статью Не важно Кто это Такие просто чуваки Рассказывают Я потом увидел Когда кто там Чё Я понял Что это просто пиар Но мы можем Просто не называть Это Хотя мы уже Сакцентировали на этом Внимание Нужно срать Хотя бы наши слушатели Не узнают о коме Вот именно Тем более у нас Большинство слушателей Короче Здесь чуваки В статье На хабре Рассказывают Вообще Что такое Восстановленные Смартфоны Выгода Или обман Восстановленные Смартфоны Это те самые Которые Рефербишт То есть Если вы видели Где-то написано Типа Айфон Десять Рефербишт То вы знаете Что это как минимум Не новый айфон Не айфон Который Прямо сейчас С конвейера Эппл На полсекунды Прерву У нас в России Называется Как новый Как новый Вот как новый Рефербишт Есть еще такое Определение Used Но вот Used Это другое Если что Рефербишт Это Именно Восстановленный Либо Фабрикой То есть Реплом Либо Ну не реплом Я имею ввиду Любым там Вашим Самсунгом Что у вас там Либо А то я тоже Какой-то монопольный Пацан оказался Либо Есть чуваки Которые восстанавливают В У Продающих Компаний То есть Там Какой-нибудь Волмарт Ебэй Еще Какая-нибудь Такая Хреновина Вот это Все Рефербишт Настоящий Рефербишт Used Это когда Чуваки Сдали свой Телефон Никто Его не Тестил Никто Не анализировал Работает он Или нет Никаких Вообще Ничего Не проводилось Просто Использованный Чей-то Телефон Гарантии На него Нет На Рефербиште Есть гарантия Сколько Там Полгода Починить Перечинить Какие-то Предъявы Еще Сделать Опять же Там Где вы Купили На Used Вы Ничего Не можете Просто Использованный Телефон Возможно Даже Украденный Ну Это БУ Это Как бы Ну Это То Что Мы Называем БУ Просто Вторички Да Да Рефербишт К тому же Это То Что Обязательно Должно Выглядеть Как Как Минимум Как Новое Там Все Детали Если Какие-то Детали Не работали Будут Заменены Соответственно Вы Смотрите На Телефон Практически Который На Некоторых Из этих Деталей Муха Не Валялась Вообще Абсолютно А на Некоторых Некоторые Были Использованы Но Соответственно Они В рабочем Состоянии Абсолютно Что Все Оттестировано Все Сделано Опять же Есть Разные На самом деле Стадии Рефербишта Я зря Так Горю Что Прям Все Идеально Есть Всякие Разные А, Б, С, Д Категории Рефербишта Когда Как новый У вас Не до конца Как новый У вас Что-то И не Работает В телефоне Когда Совсем Плохая Категория У телефона Тогда Да Но В целом Вы покупаете Рефербишт Надеясь На то Что Все Таки Это Телефон Который Оттестирован Он новый И у него Есть Гарантия Это Первое Ну И еще Я хочу Самое главное Развеять Миф Что Обычно Сдают Какую-то Поношенную Хрень Да Поношенная Хрень Но Она Может быть Поношенная Буквально Месяц Потому Что Вообще В принципе У людей В развитых Странах В прогрессивных Странах Первого Мира Принято Сдать Сдать По Специальной Программе Свой телефон Сдать его И купить Новый Сдать его Причем Достаточно Быстро Это Происходит Например Перед Рождеством Люди Сдают Свои Телефоны Которые Недавно Возможно Подарили Но Они Купили Себе Новый Или Подарили Еще Другой Телефон На Рождество Они Сдают Свои Трехмесячные Двухмесячные Телефоны Айфоны Какие-нибудь Им Пришел Айфон Десять А они Сдали Прошечку Себе Взяли Это Часто Причем Здесь Написано Что На западе Не зашкварно Абсолютно Сдать Подарок На Рождество И получить За него Деньги Ну так Почему нет У нас В России Конечно Будет странно Если ты Пойдешь Подарок Своего Любимого Отца Сдашь Куда-нибудь На Рождество Сдашь В комиссионку В паришь За сотен Рублей Я имею ввиду И нормально будет Ну конечно Это такое Но вот у них Это принято Что еще Короче В общем Телефон По сути рефербишт Это возможно Тот телефон Который на самом деле Никто особо и не использовал Его чуть-чуть Открыли Вскрыли И сдали Поэтому Поэтому Рефербишт Это не всегда плохо Здесь Казалось бы Должно быть в статье Написано Что блин А рефербишт Это такая фигня Которая вообще Там китайцы Подделывают Что-то дел Нет На самом деле Здесь очень адекватно Написано Что это как раз Практически Как новый Практически Как новый Кстати Здесь надо знать Что В таких телефонах Индикаторы Промокания Они не меняют Почему-то Если ты разбираешь Свой телефон Рефербишт И видишь Красные индикаторы Это просто значит Что у прошлого Хозяина Был Намочен телефон Но это не значит Что у тебя будет Нерабочее Что-то Так что Вот Знаете Это В целом Все В целом Все Ваши права Напоминаю Что у них Есть гарантия У рефербишт Телефона Вы можете Сдать По гарантии Обменять И так далее То есть Это все работает На них По сути Как новый В принципе Все Ты как Сам Ну слушай Достаточно сказать Что Мой первый Макбук И первый Apple TV Были рефербишт Продуктами Я не испытал Никаких Вообще С ними Проблем То есть Гарантия Работала От того момента Когда я его Купил Точно такая же Ну Как это Назовется Ограниченная Гарантия Короче Год Эпловская Гарантия Годовая Обычная На рефербиш Точно так же Действует Вот Это что Касается Предыдущего Экспириенса Что касается Нынешнего Экспириенса У нас И Apple Все еще Продает Рефербишт Товары На территории России У них даже Чтобы ты знал Коробки другие То есть Там прям Вот Обычная коробка От айфона Там белая коробочка И сверху Принт цветной Да Вот этот вот А у Рефербишт Там просто Надпись Айфоун И то ли Подпись Как новый То ли То ли Просто айфоун Короче У рефербишт У них вот Нету картинок У них отдельные Лоханские коробки Ну Может чтобы Различать Может это Классические Маркетинговые Унижения Не знаю Почему Но вот Факт Остается Фактом Так вот И Это Что Касается Как в статье Написано Manufacturer Рефербишт То есть Это непосредственно Уже с Apple завода Ну не с завода От поставщиков От Apple Рефербишт Телефон Проверенный Производителем Ну даже коробка Другая Есть Селлер Рефербишт И это У нас тоже Такое есть Мне не стыдно Прорекламировать Владивостокскую Сеть ДНС И технопоинт У них есть Собственные Рефербишт Товары Которые От Реально Такого Что был Заводской Брак Поменяли Там Экран И все Продают Как Рефербишт Телефон Потому что Сам продавец Сделал Эту Манипуляцию На них Гарантия Месяц Вот По крайней мере У ДНС Всего месяц Гарантия На такие штуки Но они Как бы Есть И Кроме Таких Реальных Моментов Когда Поменяли Матрицу Бывает Такое Что человек Купил Что-то Ему Просто Тупо Не Подошло Но Он Уже Например Обновил Прошивку Все Это Никак Нельзя Как Новую Продать Хотя Наверное Даже Если бы Он Не Обновил Прошивку Все равно Нельзя Новую Продать Но Там Так Написано После Ремонта Обновление Прошивки Ремонт Обновления Прошивки И Все Это По факту Это Реально Новый Телефон Это Даже Не Такой Рефербер Который С Эппл Завода Пришел Потому Что Там Реально Почти Все Мененные А тут Реально Человек Взял Ему Не Подошло Он Вернул По закону О правах Потребителей Продавец Не Прагог Реализовать Как Новый Можно Покупать На этом Действительно Можно Частенько Сэкономить Это Нужно Иметь Ввиду Я Не Знаю Я Не Видел В Официальных Ресторах И так Далее Такие Штуки Но На Apple Коме Есть Ну Да Почему Чего Собственно И вам Желаем У тебя Есть Такие Предрассудки По этому Поводу Ты Бо Взял Себя Если Б Вот Ну Опять же Не после Сильного Ремонта Какого Нибудь Что У тебя Все Красные Штучки Хотя Может Ты И так Бывал Если У тебя Красные Штучки Вот В целом Какое Отношение Да Не Я думаю Что Рефербиш Это Нормальная Тема И Если Это Настоящий Рефербиш Такой Прям Проверенный Временем Проверенный ДНС Да Потому Что Есть Как Минимум У тебя Всегда Гарантия Всегда Наверное Это Не Очень Красиво И Я Не Уверен Что Я Взял Именно Вот Если Я Хочу Вау Эффект В подарок Подарить Кому То В принципе Наверное Мог Бы Меня Ничего Не Стесняет Я Могу Даже Если Что Условно Подарил Кому Телефон Пошел За него Замутился И поменял Телефон Да Не Очень Осадочек Скажем Так Но Не Смертельно Я Дарил Реферби Нормальные Ощущения Можно Повторить В принципе Да Ну Круто Круто Как обычно Мы с тобой Поговорили Так сказать О том Осем Да Пойдем Тогда переходить К обойке Давай У нас сначала Перед этим Наверное Награждение Наших Пацанов Я кстати Забыл Я забыл Не об Награждении А я забыл В каком порядке Обычно Награждение Происходит Сначала Обойка Потом Награждение Или сначала Награждение Потом Обойка Но мне нравится Сначала Отстреляться Мне кажется Отстреление Да А потом Уже Так скажем Спокойненько Чинно Обсудим Обойку Хотя Мы ее Опять же Обсудили Уже В пришоу Которые Послушают Наши дорогие Патроны Которых Мы как раз Сейчас И Объявим Сейчас Сек 40 Долларовый Макс Макс Спасибо тебе еще раз За 213 выпуск Ты его Скрасил Так сказать Своей персоной Это было реально круто Всех Призываю Подписаться За 40 долларов Хотя бы На один раз Просто Чтобы с нами Здесь Поучаствовать Свою темку Обсудить Получить Микроинтервью Это было круто 20 долларов Константин 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 Гончаров Олег Цепиш Иван Мирзавцев Антон Шувалов Ярослав Мудрый Никита Ларк 10 долларов Михаил Рома Фарт Но растем Рост Есть у бизнеса То есть Что скажет Бизнес-отдел Рост Есть Ну Он скажет Что Бизнес-отдел Скажет Что рост Желает быть Много лучше Вот Но это Как бы Уже не от нас Зависит Это зависит От вас Уважаемые Слушатели И зрители Поэтому Ныряйте По ссылке В описании Поддерживайте Нас Всем Кто это уже Делает Огромное Спасибо Да Спасибо большое Чуваким И приходите За 40 баксов Что-нибудь Обсудим с вами Можете даже Какую-нибудь Прикольную тему Взять Разбавить Нашу Вот эту Технологию Возьмите Что-нибудь Смешное Про политику Можете Про развитие Нелегальных Рынков В России Вот именно Все в рамках Приличия Обсудим Это будет Самая дешевая Реклама За 40 баксов Это Ну да Ладно Хотел что-то сказать Сколько это Чему это равно На нелегальных Рынках Но не буду Потому что не знаю Короче Идем Кобойке Идем Кобойке Отстрелялись Как обычно Смотрим На нее Слушатели Просто представь Ты как всегда Первый Да Я скажу Что слушатели Просто представьте Зарители Вы и так Видите И наслаждаетесь Здесь Есть Я бы сказал Очень холмистая Местность Практически люди На горах живут Есть дорога Которая идет По этим горам И Небольшой Даже какой-то Такой Вроде как Забор Завод Хотел сказать Забор Такой Чуть-чуть Ограждающий Эту дорогу От остального Мира Ну вот Эти вот Зеленые Луга Не знаю Стрижет их Кто-то Или нет Но они Как-то Так ровно Растут Идеально Что просто Загляденье И Маленькие Не пятиэтажки Не десятиэтажки Не скайскрейперы Так скажем А маленькие Дома Двухэтажные Которые находятся На самом деле Как многие интервенты любят Далеко друг от друга Нужно Чтобы Встретить кого-то Нужно Доехать до него Возможно Даже на автомобиле Не только на велосипеде И на конях Вот такая вот Примерно Картина нам Открывается Явно видно Что ну Не совсем Россия Даже не потому Что ровная дорога А потому Что домики Не очень похожи Как-то все-таки Более европейские Наш подкаст Я думаю Что Это Я назову Это вот Мне кажется Я банально скажу А ты потом Что-нибудь Не банальное Придумаешь Подкаст наш Это вот эта дорога Реально Она Почему она Именно подкастовая Не только потому Что она ведет Наших слушателей И зрителей Бла-бла-бла Бла-бла-бла А потому что Она Тут такая холмистая Гористая И Непонятно Что там за холмом Дальше будет Какие классные темы Что будет крутое По-любому Знаешь Что будет крутое Дорога-то европейская Но Что-то там Вот будет за холмом Вдалеке Мы видим А здесь Спереди Мы видим Вон какие Короче на тачке Я уверен Если очень быстро едешь То подскакиваешь Очень круто Захватывает дух По крайней мере И Вот можно по ней гнать И прикольно Прям балдеть И вот так же Наш подкаст Прикольно Балдеешь Едешь Подпрыгиваешь На этих кочечках Где-то в низиночку Спускаешься Где-то Наверх поднимаешься По-моему Очень круто Блин Ну ты хотел Не банально Хотя банально Получилось Все-таки Не банально Да Еще раз анонсирую В пришел Я рассказал Почему именно Эту обойку Я выбрал Что у меня там Диндинг Но когда я Листал Unsplash И ее Увидел Вот А что касается Нашего подкаста Мне кажется Наш подкаст Это заборчик Причем Два вот этих Заборчика Один это ты Второй это я Так Вот И мы ограждаем Наших слушателей Чтобы они только По дороге ездили Только по дороге Которая вымощена Нашими темками То есть это Это путь Самый хороший Самый простой Самый так сказать Правильный В мире Вот этом бушующем Из кучи темок Новостей Каких-то И так далее Вот И мы ограждаем Наших подписчиков От вот этих лугов Потому что Они как бы Вроде привлекательные А оттуда зашел И там клещи И там Что-то когда Нет Лучше туда Лишай Какие-то шершни Какие-нибудь Вот Вот эти вот Домики Они только Кажется Что там хорошо Не надо к этим домикам Мы вас Какие надо домики Мы вас заведем Вы там покушаете И мы дальше На экскурсию поедем Где-нибудь Где-нибудь в туалет Может быть Сходите То есть Биопауза У нас будут Поэтому Ну да В общем и в целом Вот Мне кажется Этот заборчик Это Наш подкаст Кстати говоря Ты говоришь Кажется Это где-то в Европе Мне кажется В России Нет таких мест Где из камня строили Ну то есть Сейчас кто-то Из Ростова Великого Из Великого Устюга Он такой В шлеме сидит В шлеме И обиделся Вот То есть Да У нас тоже есть И почесал Своё большое гнездо У него Почалось Ещё возможно Потому что Киев Я думаю Тоже суперстарый город Кстати Вот Ну короче говоря Здесь из камня Просто Этот заборчик А из камня Строили миллиард Лет назад То есть Ну После этого Уже начали С кирпича Из каких-то Песчаник Из каких-то блоков Таких Которые уже Более пригодны Как стройматериалы Которые Ну проще Заготавливать Представляешь Эти камни Надо высечь Чтобы они Как-то Ну друг с другом Состакались Как в Тетрисе И ещё Чтобы Ну Сцепились Образовали Какую-то Плотную Какую-то штуку Ну в общем Это не пикник Сейчас Попробуй Такой забор Из камней Сделай Ещё Это будет В сто раз Дольше Сложнее И в сто раз Больше челлендж Чем просто Его выложить Из кирпича Или просто Забетонировать Даже Ну да Это непросто Ну короче В общем Да Мы поговорили Наш подкаст Подходит К концу Спасибо всем Кто слушает Увидимся Наверное Через неделю Я не думаю Что-то может Пойти не так Хотя вот Слушай Неделю назад Не было подкаста Пошло не так Поэтому Всякое бывает Такие не будем Зарекаться Да Этот уже выйдет Получается в ноябре Я думаю Вот И я думаю Ну я надеюсь В ноябре Ещё штучки Три как минимум Будет Может быть Даже и четыре Посмотрим Загадывать не будем Мне хочется На четыре в месяц Выйти Хотя бы на три Выйти Выйти А то у нас там Некоторые месяцы По одному было И это совсем грустно Ну слушай У нас иногда Бывает и по четыре То есть тут В зависимости от месяца Именно от Принадлежности Месяца к жизни Ну да Это правда Хорошо Давайте тогда Чуваки Всем пока Всем давайте Пока Увидимся через неделю Все кто смотрел В премьере Вы отдельные зайки Вы молодцы Спасибо что заходите Мне там одному Было бы скучно В комментариях Иначе сидеть Само с собой Разговаривать Так что да Да Всем пока Ну всё Давайте Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok